Голландские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном. Представители 60 сельхозкомпаний Нидерландов встретились в Гаге с группой казахстанских фермеров. О чем говорили аграрии двух стран, расскажет наш европейский СОПКОР Жанат Эрнст. Нидерланды являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана. И если в первые годы независимости страны инвестиции отсюда направлялись в основном в нефтегазовую сферу, то сегодня голландские бизнесмены готовы вкладывать и в развитие аграрного сектора Казахстана. Очередная встреча казахстанских и голландских сельхозпроизводителей и огромный интерес друг к другу. Казахстану нужны новейшие аграрные технологии, Нидерландам, новые рынки сбыта продукции. По мнению голландских предпринимателей, наша страна с прямым доступом к общему рынку Евразийского экономического союза в 200 миллионов человек и граничащая с Китаем, как нельзя лучше подходит для этого. Чувствуется неподдельный интерес. Голландские бизнесмены задают очень четкие вопросы. Учитывая новые приоритеты в развитии АПК, которые были озвучены министром сельского хозяйства Мурзаком Шукеевым месяц назад в Астане, это развитие животноводства, расширение площади орошаемых земель, обновление сельхозтехники. Я думаю, все эти направления могут быть использованы голландскими бизнесменами для развития своих проектов и бизнесов в Казахстане. У нашего сотрудничества есть хорошие перспективы. Благодаря ЕАЭС между Россией, Казахстаном и Белоруссией нет границ. У Казахстана очень хорошие климатические условия для развития агробизнеса. По мнению крупной голландской агрокомпании, Юг Казахстана идеально подходит для сельхозинвестиций. Намного легче экспортировать выращенные там томаты и огурцы в Россию по трассе Западная Европа, Западная Китай. Поэтому я думаю, что Казахстан может стать хорошим продовольственным хабом в этой специфической сфере. Многие голландские агрокомпании уже работают в Казахстане. В девятое по величине стране мира аграрный сектор является приоритетным. До четверти производимой у нас сельхозпродукции поступает на рынки соседних государств. К 2021 году в Казахстане планируют построить шесть заводов по переработке семян. Треть производимых семян масленичных культур уже экспортируется за рубеж. До 40% молока и молочной продукции производится в малых фермерских хозяйствах. К 2020 году объем этого рынка может достичь 2 миллиардов долларов. Благоприятный инвест-климат, субсидии, налоговые таможенные льготы для инвесторов в свободных экономических зонах. Обо всех этих возможностях для голландских аграриев в Казахстане и их сотрудничестве с местными партнерами шел разговор и во время двусторонних встреч фермеров. Наше государство прилагает максимум усилий для того, чтобы сделать инвестиционный климат Казахстана благоприятным. И роль казахинвеста здесь это сделать так, чтобы инвестор, приходя на рынок Казахстана, чувствовал себя максимально уютным, максимально свободным. Предоставить ему информацию о существующих преференциях, их множество. Мы увидели сегодня очень большой интерес со стороны голландских бизнес-ассоциаций, поэтому я думаю, что результатом должно стать налаживание партнерского бизнеса совместного голландско-казахстанского. Европейский банк реконструкции и развития, одним из владельцев которого являются Нидерланды, активно кредитует и аграрный сектор Казахстана. Мы говорим о рынке тепличных технологий, там, где голландцы, в принципе, одни из лидеров. Мы также говорим о производстве мяса и молочных изделий. Также можно посмотреть на технологии, связанные с биогазом и биотопливом. Я думаю, что учитывая, сколько земли в Казахстане имеется, и возможности природные, в том числе, сколько солнца и возможности земли, а также водных ресурсов, я думаю, что у нас есть возможность увеличить тепличный бизнес намного выше. По мнению голландских экспертов, расположенный на новом шелковом пути между крупными рынками соседних стран Казахстан просто обречен стать новым аграрным центром Евразии. Жанна Тернежо, Март Ахметов, Хабар 24, ГАГА, Нидерланды.